Приветствую всех, с вами Олег Саламаха Сегодня я хочу показать вам, как протекал матч между Магнусом Карлсоном и Яном Непомнящим Которые играли в четвертьфинале на супертурнире Speed Chess Championship Который проходит в сети интернет на сайте Chess.com С вас лайк и подписка, и начинаем! Итак, первая партия, Магнус Карлсон играет белыми, Ян Непомнящий играет черными И в этой партии Магнус играет Е2-Е4 Непомнящий отвечает симметрично, после Коня Ф3-Коня Ф6 Непомнящий применяет русскую партию Или, как ее называют на западе, защита Петрова Магнус забирает пешку на поле Е5, Непомнящий нападает на коня И после Коня Ф3 совершает ответное взятие конем на поле Е4 Все это, конечно же, хорошо известная теория После Д3-Коня Ф6-Д4 белый вот таким вот образом Хоть и дважды ходят в дебюте пешкой Но все-таки они темп не теряют Потому что ходом Д3 они заставили черных тоже потерять темп После Д5 позиция в центре устаканивается Слон Д3-Слон Д6 и позиция абсолютно равна Итак, стороны заканчивают развитие Магнус делает полезный ход форточка Непомнящий играет Конь Д7 После Слон Ж5 Магнус связывает коня на поле Ф6 Ладья Е8, Конь С3, С6, черный укрепляет пешку на поле Д5 Значит, Магнус ставит ферзя на поле Д2 Теперь, как мы видим, освободилась первая горизонталь для соединения ладей Ну и полностью белые закончили развитие После Коня Ф8, Ладья Е1 Наступила пора Миттельшпиля Непомнящий играет Конь Е6 Намереваясь прогнать слона с поля Ж5 Который неприятно связывает коня на поле Ф6 Магнус отводит слона на поле Х4 После Слон Д7 Магнус прыгает конем на поле Е5 В случае взятия будет ДЕ И, конечно же, черные проиграют А Конь на поле Е5 расположен крайне неприятно И в этой позиции непомнящий допускает грубый просчет Он забирает пешку на поле Д4 Который оказывается отравленный Надо было играть Слон Е7 Чтобы защитить коня на поле Ф6 И избавиться из подсвязки Итак, после Конь Е5 Конь бьет Д4 И играет Ян Непомнящий Теперь Магнус Карлсон сразу же побеждал Но он нанес удар слон бьет Х7 шах Пользуясь тем, что конем брать нельзя Потому что конь связан Слоном с поля Х4 Но еще проще выигрывало простое взятие слон бьет Ф6 На ферзь бьет Ф6 мы играем конь бьет Д7 И выигрываем фигуру А после ЖФ Мы забираем на поле Д7 И после ферзь бьет Д7 Выскакиваем ферзем на поле Х6 И выясняется, что позиция черных проиграна На Конь Е5 мы играем ферзь Х5 Если Конь уйдет, то поставим просто мат Ну а на Ф5 мы даем шах И на Король Е8 играем ферзь Ф6 С двойной угрозой висит Конь И висит мат на поле Х8 После Конь Е6 слон бьет Ф5 Позиция черных разваливается Итак, слон бьет Х7 Магнус Карлсон наносит этот удар После Король бьет Х7 Он забирает пешку на поле Ф7 Нападая на ферзя и на слона Плюс, как мы видим, ферзь нападает на коня Ферзь Ц7 Конь бьет Д6 И вот в этой позиции Магнус ошибается Ходом Конь бьет Д6 Надо было просто забрать Коня на поле Ф6 После Конь Ф5 Черные должны так играть, чтобы спасти фигуру Ну и после Конь Д6 Ферзь Д6 Слон Ж5 У белых здоровая лишняя пешка И огромные шансы на победу Итак, Ферзь Ц7 Конь бьет Д6 Магнус Карлсон тоже допускает неточность После Коня в 3 шах Непомнящий находит великолепное продолжение Конь на поле Д4 все равно помрет Поэтому Непомнящий продает жизнь этого животного подороже После ЖФ Ферзь бьет Д6 Раскрытое положение белого короля Не позволяет им помышлять о чем-то большем Несмотря на то, что у них лишняя пешка Ферзь Д3 Король Ж8 Ферзь Ж6 Конь Е4 Теперь Непомнящий Разменивает Ферзей Ну и получается позиция Где в итоге Вынуждены белые были отдать пешку назад И партия Просто перешла в окончание Где случилось нечто Неожиданное То есть в примерно равной позиции В окончании Ладья И разноцветные слоны Как мы видим, да Произошло То, что Опять Магнус Карлсон Выиграл пешку Непомнящий Зевнул пешку На поле Д5 Но все равно Позиция с большим запасом Ничейная И вот здесь Магнус Карлсон Очень грубо Ошибся После слон Ж6 Ф4 Ладья Бет А4 Играет Ян Непомнящий Забирает пешку И тут Магнус поторопился Ходом Ф5 Надо было просто Сыграть Ф3 Чтобы не дать Черного Возможность объявить шаг На поле Ж4 И позиция была бы Ничейной Но после Ладья Бет А4 Магнус поторопился Сыграл Ф5 И зевнул Шаг На поле Ж4 После чего Остался просто Без фигуры И в итоге Первая же партия Завершилась победой Российского Суперграссмейстера Но как мы видим Течение партии Складывалось Совершенно не в пользу Яна То есть То что он победил Скорее заслуга Именно Магнуса Карлсона Который грубо зевнул А не то что Ян Непомнящий Его как-то Переиграл И дальнейшее течение Матча Все это Подтвердило Идем дальше Итак Смотрим следующую партию Белые фигуры Принадлежат Яну Непомнящему Черными защищается Магнус Карлсон В этой партии У нас Была разыграна Сицилианская защита Классическая система На выходе из дебюта Получается Довольно сложная Позиция Где После С5 Черные контратакуют Коня на поле Е4 Непомнящий Выскакивает конем На поле Д6 Бьет пешкой Теперь Как мы видим Конь на поле Б4 Атакован Магнус отводит Коня назад И белые получают Небольшой перевес По дебюту То есть На выходе из дебюта У белых все-таки Сохраняется перевесик Пешка на d4 Подвисает А5 Играет Магнус Карлсон Непомнящий Забирает пешку И происходит у нас Переход в окончание Здесь мы видим Что просто здоровая Лишняя пешка у белых Хорошие шансы на победу А4 А4 играет Магнус Обесценивая Пешечное большинство Белых На ферзевом фланге Одна пешка Держит две Слон Е2 Ф6 С5 Играет Непомнящий Находит сильнейшее продолжение Теперь он привязывается К пешке на поле А4 И грозит ходом Слон Б5 После Короля Ф7 Слон Б5 Вот эту часть партии Непомнящий ведет Просто великолепно У белых уже позиция близкая К выигранной И здесь можно сказать Действительно что Непомнящий Переиграл Магнуса Карлсона И вот тут Магнус ошибается Ходом Вадя Аш С8 Надо было забирать На поле Ж2 На воде Ж1 Находится четкий Промежуточный ход Вадя Аш С8 С угрозой Вадя бьет С5 Шах И отыграть Слона На поле Б5 После Слон Бьет Д7 Черные Забирают Пешку На С5 И дальше Вот так вот Разменивают Происходит переход В ладейное Окончание Которое Конечно же В пользу Белых Потому что У них есть Две связанные Проходные Но наличие Двух ладей Позволяет Все-таки Черным Здесь Сделать Ничью За счет Активности Там ладей Вторгаются И в анализе Здесь получается Ничья Итак Слон Б5 Ладя Аш С8 Теперь После Слон Бьет Д7 Ладя Бьет С5 Шах Король Б1 Е5 Играет Магнус Карлсон Нападая на ладью На поле А4 Что сулило Белым Легкий Выигрыш Потому что У них Уже Две Лишних Пешки Здоровых Теперь Что делать Ну в случае Размена Белые Получают Просто Выигранную Позицию Потому что У них Здесь Куча Проходных Пешек На ферзевом Фланге Скорее Сего Не помню Чему Не понравился Ход Ладя Д8 Черные Нападают На слона Слон Отойдет Берем Пешку На поле Д6 Но Белый Форсирует Размен Ладей Поскольку Ладя Никуда Уйти Не может Ладя Грозит Вторнуться На поле C7 На обжорный Ряд Приходится Меняться Ну и Здесь Шансы Белых На победу Огромные Потому что Две Пешки Самоходки У них Есть Но после Е5 Не помнящий Сыграл Ладя Б4 Напал На слона Забрал Магнус Карлсон Пешку На поле G2 Тем более Что не помнящий Просто его Буквально Заставил Это сделать И еще Не помнящий Ошибается Ходом Ладя G1 Все еще Сохранял Перевес Ход Ладя D1 С целью Использовать Проходную Пешку D После Слон C6 Черные Добиваются Размена Слонов Но после D7 Ладя D8 Ладя Бьет A4 Король E6 Ладя A7 Снова Позиция Белых Здесь В анализе Была Близкая К выигранной После Ладя D6 Черные Только так Могут Попытаться Что-то Сделать И их Единственный Шанс Это Накатывать Пешки Но Белые Просто Подтягивают Короля И черные Рано или Поздно Попадут Цукцванг Бить на D7 Они не Могут Так как Пешечное Окончание Для них Абсолютно Безнадежное Из-за того Что две Пешки Проходных Есть У Белых Ну и Здесь Белые Постепенно Побеждали У черных Очень Пассивная Позиция После Слон Бьет G2 Ладя G1 Сыграл Ян Непомнящий Плохой Ход Пешка На поле G7 Все равно Защищена Королем Теперь Магнус Отводит Слона На поле C6 И здесь Пошел Уже Обратный Откат После Король E6 Можно Конечно Было Забрать Пешку На поле G7 Но Непомнящий Делает Ужасный Ход D7 Теперь Магнус Уводит Пешку Из-под Боя Вообще К этой Части Партии К непомнящему Просто Огромные Вопросы Почему Он Так Ужасно Играл Эту Часть Именно Вот Эту Стадию Эншпиль Понятно Что Магнус Карлсон Царь И бог Но Непомнящий Ужасно Играл Эту Стадию Игры После Ладья D8 Позиция Черных Уже Ян Непомнящий Сыграл Ладья A6 Шах И этот Ход Проигрывает Партию Надо было Все-таки Пытаться Образовать Проходную Пешку Которая Отвлечет Силы Черных B3 Все еще Держало Равенство После AB A4 Белый Бросает Сразу же Свою Пешку После Ладья C2 A5 Ладья Бьет F2 Ладья B7 Ладья A2 Ладья B6 Шах Король E7 A6 Белая Пешка Очень Быстро Бежит После E4 Ладья D4 F5 Ладья D5 Белые Успевают Обезвредить Проходные Пешки Черных На E3 Даем Шах Король Бьет D7 Ладья Бьет E3 Ну и Получается Так Что Белые Заберут Пешку На Поле B3 И Получится Окончание 2 на 3 За счет Активности Белые Здесь Делают Ничью После Хода Ладья 8 Белые Играют Ладья E E6 И В любом Случае Здесь Они Могут Объявить Вечный Шах При Желании То есть Черные Здесь Ничего Сделать Не Могут Они Могут Забрать Пешку На Поле H2 Но Тогда Белые Объявят Вечный Шах Итак После Ладья C4 Ладья 6 Шах Играет Ян Непомнящий Ну и Фигуры Очень Активны А белые Чрезвычайно Пассивны Магнус Образует Проходную Пешку F Которая Довольно Быстро Позволяет Черным Победить После Ладья E8 Король F1 Здесь Ян Непомнящий На 50 Ходу Признал Своё Поражение Ну поскольку Черные Отведут Короля На G1 И Пешка Превратится В Ферзя Вот так Ян Непомнящий Из выигранной Позиции Белыми Играл Магнус Карлсон Черными Играл Ян Непомнящий Смотрим С вами Еще одну Блиц Партию Контроль Забыл Сказать Что мы Смотрим С вами Все партии С контролем 5 минут Пока Итак 5 плюс 1 То есть 5 минут И 1 секунда Добавления После каждого Хода Магнус Карлсон Разыгрывает Дебют Рейти После Конь C3 C5 D4 CD Конь D4 DC Слон C4 Позиция Быстро Разгрузилась В центре A6 Играет Ян Непомнящий Не пуская Никого На поле B5 Рокировка B5 После Слон E2 Слон B7 Слон F3 Владя A7 Играет Непомнящий Защищая Слона На поле B7 Владя C1 Ферз B6 Конь E2 Слон F3 Конь F3 После Конь C6 Ферз C2 Белый Нападают На коня На поле C6 Ну и вот здесь Случилось Нечто Абсолютно Непоправимое Непомнящий Допускает Грубейший Зевок Ну я не знаю Зевок там Уровня Третьего Разряда Смотрите Здесь надо было Сыграть Владя C7 Все-таки Как мы видим Положение Ферзя С Владей Дает Белым Какие-то Угрозы Напасть И выиграть Качество Но пока Это не получается Конь на поле C6 Держит Поле D4 Под контролем Именно Это обстоятельство Я не помню еще Потому что здесь Он сыграл Владя C8 Владя Встала На незащищенное Поле И всегда Возможна Тактика И тактика Здесь Ну действительно Уровень Третий Разряд Магнус Карлсон Сыграл Слон D4 Теперь уже Черные Не могут Бить на поле D4 Потому что Владя На поле C8 Не защищена И все И Магнус Карлсон В итоге Выиграл Качество И Очень легко Дальше Довел партию До победы То есть Перегруппировался Магнус Карлсон И дальше В нужный момент Просто Отдал Качество Назад Получив Две Связанные Пешки Проходные Ферзиум Эншпиле Две Лишние Пешки Обеспечивают Белым Легчайшую Победу Не помню еще Посопротивлялся Немножечко Для приличия Но вскоре Остановил Часы После Ферзь Бет H4 У белых Уже Три Лишних Пешки И сопротивление Бесполезно Итак Магнус Карлсон Выходит у нас Вперед Ну и после Такого Зевка Стало понятно Что Ян Непомнящий Находится в Ужасной Форме Он Не тянет Откровенно говоря Играть против Магнуса Карлсона Особенно в Более быстрых Контролях Идем дальше Ну и началом Конца Как мне кажется Стал вот этот Поединок Ян Непомнящий После Е4 Е5 Играет Королевский Гамбит Ф4 За этот ход Конечно Не помню Чему надо Поаплодировать За такую Дерзость И смелость Не каждый Решится Играть Дебют Всех Романтиков Против Сильнейшего Шахматиста Планеты Тем более Что объективно Говоря Сейчас Королевский Гамбит Фактически Считается Опровергнутым На самом Высоком Уровне После Е5 Конь Ф3 Ж5 Играет Магнус Карлсон Х4 Ж4 Гамбит Альгайра Кизирицкого На доске Конь Е5 Д6 Конь Бьет Ж4 Конь Ф6 И после Конь Ф2 Непомнящий Отводит Коня На поле Ф2 Дальше Черные Спокойно Заканчивают Развитие Белый Захватывает Центр Слон Х6 Черные Не позволяют Белым Удобно Взять Пешку На поле Ф4 И вот Здесь Уже На Девятом Ходу Непомнящий Совершает Серьезнейшую Ошибку Которая Приводит Его К Катастрофе С3 Он играет Здесь Надо было Играть Слон Е2 Действовать Жесткими Методами На ладе Аж8 Слон Ф3 Черные Прорываются По центру Ходом Д5 И после Е5 Играют Конь Е4 Ну и вот Здесь Позиция Черных Уже Лучше После Конь С3 Конь Ж3 Белые Должны Пускаться Во все тяжкие Должны Жертвовать Качество После Конь Д5 Конь Х1 Грозит Конь Ф6 Шах Грозит Взятие На поле Ф4 И фигуры Белых Резко Оживают Ферзь идет На поле Д3 Где-то Пешку На поле Х7 Нападем Возможно Здесь Норвежский Викинг Где-нибудь И допустил Ошибку Король Ф8 Здесь надо Играть Конечно За черных То есть Лишаться Рокировки Ну и Позиция Получается Очень Сложной С взаимными Шансами Победить Может Любой А после Слона А6 Непомнящий Сыграл Очень Вяло С3 Последовал Ладя Ж8 Теперь Черные Не дают Белым Удобно Закончить Развитие Пешка На Ж2 Подвисает Конь Д2 Ферзь Е7 Черные Навалились На пешку На поле Е4 Ферзь Б3 Допускает Еще одну Ошибку Непомнящий Ладя Ж3 Черные Внедряются Конь Ф3 Конь Бьет Е4 Магнус Карлсон Съедает Пешку После Конь Е4 Ферзь Бьет Е4 Шах Король Ф2 Слон Е6 Магнус Нападает На ферзя И выясняется Что бить Пешку На поле Б7 Белые Не успевают Слон С4 Пришлось Играть Яну Непомнящему Если Забрать Пешку На поле Б7 То следует Ладя Б8 И на Ферзь Бьет С7 Убойный Удар Ладя Бьет Б2 Вот такая Жертва Ладь Заканчивает Партию И выясняется Что это Конец Поскольку В случае Взятия Будет Ферзь Е3 Мат И так После Слон Е6 Не помнишь Играет Слон С4 Но теперь Магнус Забирает На С4 Уводит Короля В длинную Сторон На короля Белых Без слез Не взглянешь Пешка На поле Ж2 Висит Игра Продолжилась Ровно Один ход Слон Д2 И тут Магнус Нанес Удар Конь Е5 После чего Все просто Со свистом Пролетает У белых Бить на поле Е5 Нельзя В промежутке Черные Возьмут На поле Е2 С шахом И тут Сразу Конец На король На конь Бьет Е5 Они возьмут Конечно же Ферзем Тут еще И водя Потом потеряется Короче Здесь сразу Конец А с другой стороны Что делать Мы напали На ферзя И на коня Еще навалились В этой позиции На 17 ходу Представляете Друзья Уже на 17 ходу Непомнящий Признал Своё Поражение Дальнейшая Часть матча Никакого особо Интереса Не представляет Вся она Проходила В тотальной Доминации Магнуса Карлсона И итоговый Счет Совершенно Неутешителен Для российского Гроссмейстера 20 с половиной На 9 с половиной Выиграл Матч Магнус Карлсон То есть Вот такой вот Настоящий Случился разгром И действительно Ян Непомнящий К сожалению Уже Не тянет Ну что друзья Для вас Работал И комментировал Олег Соломаха Если Обзор Вам понравился То Еще раз повторюсь Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Вступайте в группу В телеграме Все ссылочки Есть В описании Играйте в шахматы Любите шахматы Всем Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому